I don't want to set the world on I don't know, look at the previous series, if I'm honest, there's a lot of parties, or how to call them, each is their own We tried to pick up the place, but it didn't help, it didn't help, it didn't help I don't understand why it didn't help There's a poor woman who made a lot of sex with all of them In the end, she decided to become the leader of the place What was that? What was that? I don't understand, but okay There's a lot of crows, I understand Or what? So... I can't see the map on the other side So, how do I go? Let's go 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 I can't ask вакханалия просто творилось если честно я понимаю рослась хотели поменять отношения все заправляют заправляли делали чё хотели издевались над людьми такое ощущение с истеблишмен убил истеблишмент и успеющие 11 терминат заблокирован пожалуйста лица администратора чем не что я задание какой-то дали ну чат короче сказали найти какой-то ключ ключ только не ключ господи сегодня просрал там это все весело будет грустно гаечный ключ это тоже хорошо но это явно не то вроде и включение к вашему был труп найдем скрещаем не знаю пойдем еще подорвался на растяжке стати не понял окей давайте да пойдем а как не то пушка пока нравится не знаю не читала чем-то скорострельно короче все ниже и ниже это уже невозможно если часть в конце и края не видно этой херни так ладно это вроде соединяется нет 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 чё такое блин я петро не заметил окей капец что это было так где я чё опять сначала что он не сохранился на быстро походу нет блин ну окей ребят сорян 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 так ладно батарея возьму деньги возьмем металлолом возьмем ключ возьмем все пусто и вот нужен ключ смотрителя типа окей еще два ключа я брал чё не сохранился чё все рыбовик забыли разминировать смысле разобрать ленчбокс еще взял так вроде все сохранился ну ну давай быстрее скринь так сохранился крыса была крысы разобрались бель еще сто одиннадцать так окей давайте смотреть на чем я мать подорвался тут сохраняюсь слышь хватит меня запихивать а теперь что-то подорвется или нет понимаю что там так рвануло тогда понимаете это из-за растяжки или там что-то дальше было я очень ничего не понял или это это из-за этих говнорей тут есть кто-то вроде здесь вроде с этим не разобрали что такое что такое ничего вроде нет мать твою очередь взрывается вот опять не увидел ни хрена у меня есть что-то на лечение конечностей мне казалось что есть или опутал или опутал не то да 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 то хорошо что мы не спить хотим давайте я так и не понял что взорвало круто было дверь главная куда то в бейте еще рвануло что тут за бомба была что-то вообще не радует да да чувак все что ничего тут нет так я запутался господин тут я все обошел не хочу просрать ключ опять была трупа что взорвалось так и не понял ни хрена все непонятно абсолютно вот они просто патроны 10 миллиметров докторский саквай яш так это где сука это я вот я отсюда во вторую половину комнаты прошел как я понимаю да окей понятно опасное сука место такое опасное место так так вот тут еще вот еще патроны 10 миллиметров так давайте посмотрим господи испугался что это чуть не так так погодите нет пойдемте опять по кругу естественно надо было бы медицину прокачать эти стимуляторы с другой стороны хочу вроде энерго оружия на всякий случай вкачать ладно давайте так и сохранился где он теперь один он такой один ничего прикольно то что прикольно так все приколы конечно не знаю сколько тут хватает это регулятор перепада давления не знаю что такое научу меня взять медицинскую станцию что что еще есть так нифига себе как-то не прикольные ребята так-то нифига мне здоровье отняло и вы видели тут еще что то есть очень интересно ничего блин как скверно на я короче не буду пока жизни выполнять это бессмысленно ну бляха муха где видно что не выполнилась сразу с одного раза пополнять это как мне взять второй ящик второй то ящик как взять чем можно всплыть отлично здесь всплывать это разу пойму как мне второй ящик посмотреть посмотрел так что тут еще есть так Ключ, я думаю, где-то здесь какой-то был, нибудь, а хер знает. Блин, настолько очкую, что-нибудь пропустить. Ой, нет, они что? Так, где мы? Где выход? Вот они. Так. Ну, странно, что-то не нашел я здесь ничего. Вроде. Где мы? Так. Я здесь был или нет? Да. Я все был. Так. Блин, но меня смущает эта затопленная херня. Блин, ничего не такое. Это та самая комната? Почему мне кажется, что здесь все должно быть? Почему? Не знаю, что Вероника мне не мешала постоянно. Чего я никакого не вижу. Что же ничего нету? Вроде нет, ну ладно. Окей. Окей, поверим. А, вон написано все. Я наконец-то увидел. Как всегда поздно, но увидел. Так, это еще такое, мы здесь были, да? Что-то не понял. А где мы здесь, наверное, были, или не были, болеем? А здесь впускался? Что-то не понял. А где мы здесь, наверное, были? Какая-то комната, еще. И еще. Господи, все. Еще ниже, еще ниже. Я погорячился явно. Что это? Все правильно, отсюда мы пришли. Все, я понял. Окей. Здесь хотя бы не затоплено. Ну ладно, давайте используем стимуляторы. Хрен с ним. Так, ну хотя можно воду, конечно. Раз, два, три, четыре. Пару еды. Еда. Деркола. Пару стейков из Браймена. Един стимулятор. Где он? Что-то это нашла там, походу. Вероника. Какой-то дверь не буду туда открыть. Как что-то, кейсбокс, не знаю. Также стена, а также запальня, дненужин. Может, водим. Гонтировку, водим. Так, металлическая сковорода. Нет, спасибо. Не помню, брали ли мы хоть раз пулевизатор. Какое-то взрывное устройство, блин. Так, все. Так, и что, конец край-то будет, эта хрень? I don't know. Но ног богомолы я уже собрал, конечно, жесть. Пошел нафиг. Не, автомат рулит, по крайней мере, против дерьма на усикомых всяких. Так, и опять куча вооружения, вроде как. Сохранимся. По количеству ящиков, судя, да. Что-то есть. Блин, гребаная заколка. Так, прям, наметный выстрел. И тебе, все? Все, вроде. Казалось много, но казалось как-то немного, в итоге. Что тут у нас? Еще какая-то фигня, господи. Это не шкафы, ну ладно. Вроде ничего не пропустил. Радиация. Радиация опять, блин. Так, ладно, давайте еще антирадин ужахнем. Пендальфон ужахнем, как говорится. Да, Радикс надо, наверное, нахренануть тоже. Судя по обстановке. Толстяк лежит сначала, это скелет. Толстяк лежит сначала, это скелет. А это что тогда такое? Блин. О, господи, Иисусе. Блин, ребята, как-то тяжко тут уже становится. Если очкова, не растяжка, нет, вроде. Где я вообще уже? Куда я пришел? Ну, Вероника, ты вообще 10 из 10. Прямо передо мной вылезла, блин. Сорян тогда. За это. Очень не умирается радиация, если честно. Куда идти? Сюда или сюда? Ну, это вот тут объединяет. Тут тоже вода, нет? Блин. Давайте я занырну попробую. Че, мы ж что найдем. Классно, а вынырнуть-то можно как-то? Я что-то задохнусь нахер, вы шутите, что ли? Капец. Куда там, как можно проплыть-то? Ну, ладно. Так, ну-ка, погодите. Водолазный костюм наеду, я уже не знаю. Давайте поднимемся до начала. Здесь же я не был. Че, я вернусь? Я запомнил. Блин. По идее, надо как-то сюда зайти, твою мать. Сорян, я, блядь, буду двумя. Попробую с этой стороны. Потому что как-то... Вон. Блядь, идите в жопу, а! Че меня так пугать-то? Чего-то, извините. Козлячество какое-то, блин. Реально. Классно. Это всплыть-то можно? Я же охренею тут. Не, классно, блин. А как это тут, блин, проплыть-то, чтобы не сдохнуть? Потому что это какой-то жесткач, если честно. Так-то. Давай, шлюха долбанная, убивай уже. Боже, как-то мне шмар достало. Это отстаньте! Придурки. Я не понимаю, как-то на скорости я должен действовать, что ли, или че? Туда-обратно? Или тут, может, есть что-то какое-то? Ну, тут все из-за этого, блин, я не знаю, где-то тут, ребят, если честно. То, что водолазных костюмов я не видел. Ладно, я попробую хотя бы ради интереса посмотреть, вообще что-то есть там или нет. Что тут вообще, как-то, стоит ли, или не стоит. Но тут боеприпасы и шкафы, хер знает. Ну, короче, я не знаю. И с честным понятием, ты можешь что-то откачать где-то, наверное. Ну, ладно. Опей. Я закрываю, наверное. Что-то там, я ничего поделать не смогу. Так. Здесь все смотрю. Не, очень понятно, осматривал ли я здесь что-то. Они не так, ну, это эти мои ублюдки-то убивали. Так, и че? Где я был, где я не был? А здесь что, я был, типа? Просто круговая? Не понял вообще, если честно. Это че? Ну, вероника, ничего так? Долгит богомолота пока. Нормально. Половина уровня 19-го набрали, жесть. Так. Че это? Речь Гуса Олсона о бунтсмене на ежегодных выборах смотрителей. Бери. А это че такое? Речь Гуса Олсона о бунтсмене подготовлена к ежегодным выборам смотрителей. Добрый день, каждый год о бунтсмен должен не только предварительно предварить выборы официальной речи, но и занести это событие в хронике на надежде, что они когда-то будут найдены. Представьте, закончится срок последнего смотрителя, тот спустится, чтобы принять смерть в камере под своим кабинетом, убеющий станет тихо. И вот придет день, археолог, человек или с поверхности представителей какой-то неизвестной расы сверхсуществ найдет наши записи и занесет их в общие исторические аналы. Однако недавно мне открывалось, что не эта причина главная. Я думаю, мы ведем записи, потому что хотим верить, что однажды найдем в архивах ответ всему всему. Возможно, он обнаружится лишь тогда, когда хроники будут завершены и история рассказана до конца. Мы хотим найти смысл, понять, почему компьютер убежище убьет нас, если мы не будем ежегодно приносительно у человека в жертву. Осознать, зачем мы продолжаем избирать, несмотря на чем неиздерживенное расположение, охватившее наше десятилетие назад. Когда-то все было просто, выборы обозначали рукопожатие и поцелуи. Но ныне с образованием голосующих блоков общество пронизано коррупцией, запуталось в клубке интриг, растет поток наркотиков и еще бог знает чего. Мы должны знать, зачем эти выборы. Я внимательно просмотрел архивы и могу сказать, что там нет ответа. Вы найдете записи о первом смотрителе, единственном, кто вошел в это убежище, зная о будущих жертвоприношениях. Но и у него не было ответа. Если бы был, то он бы предвидел бури, которая разразится, когда он поделится с людьми новостью. Конечно, он мог бы догадаться, что они захотят выбирать жертв демократическим путем, таким, которым позволил бы жить в мире со своей совестью, совершая ужасные поступки. Мог бы предвидеть, что и сам станет первым избранником, и что две ипостаси, и смотритель, и жертвы навеки сольются воедино в Бище 11. Но он не догадался. У него было ответов не больше, чем у любого из нас. Записи свидетельствуют, когда жители узнали, что паролем в жертвенном зале было имя его жены Бетти. Они открыли дверь и отправили его на смерть. Спускаясь, он рыдал, как дитя. Я могу только задаваться вопросом, если ответа найти нельзя. Сколько времени мы будем продолжать так жить, просто потому что мы не видим иного выхода? В любом случае, я продолжаю надеяться, что мы найдем то, что ищем. Я призываю вас поставить моему примеру и вчитаться в наши хроники. Вы сами увидите, что еще недавно нами правили человечность и достоинство, и мы не должны были краснеть, вспоминая свои деяния. Спасибо за внимание. Блин, у меня пароль к терминалу есть. В соответствии с текстом речи, которая была произнесена, или которая планировалась произнести в Астрове Мебельщик в день выборов, смотрите для пароль к терминалу Бетти. Или мы только что его нашли. Короче, ребята. Я так особо не вчитывался, как я уже понял только что. Блин, что тут творилось? Это просто какая-то херня жесткая. Какого черта они выбирали какую-то жертву и зачем они ее приносили? То есть, каждый, смотрите, получается, это была жертва. Для чего-то. Если я все так понял. Блин, нам надо комповать, я не помню где он. Это нормально? Это сюда надо? Да, обратно, нет. Ну-ка, не здесь. Атриум. Блин, откуда я пришел? Ну, давайте уже прямо сходим. Я боюсь, что просто это не здесь. Вон он, Байлин, с другой стороны. Я боюсь, что это можно было, может, через комп-воду откачать с нижнего этажа. Но здесь мы всех зачистили, получается, да? Это вот этот стол и есть. Да так. Что за компьютер, если это не взорвется, я думаю. Да, это не взорвется, я думаю. Веритика Гуса Олсона, он бон, он думает, наверное. Это та самая, да? Да. Окей, я не понял, я на меня с собой, надеюсь. Так, окей, пароль мы нашли, как я понимаю, но теперь, блин, отходу надо обратно идти. Так, откуда я пришел? А, ну какая разница? Да-а-а, ну и дикая жесть. Надо идти, походу, к терминалу, чтобы теперь бы не заблудиться. Как я там к нему шел-то? Убери пушку. Ого, ел. Так тут мы только что были. Так это там, где вода, наверное, да? Так это что такое? Кафетерий какой-то, давай тебя осмотрим. Кафетерий. Кафетерий. Да муха, твою мать! Господи, как задолбало, ребят, ну невозможно. Господи, когда я уже начну под ноги смотреть-то? Кто мог подумать, что в кафе что-то заминировано? Вообще не подумал об этом. Не бомба. А, да, ну жопа. Вот спереди, блин. Так. Так, заберём все заратула. Уже заратула мне кончается. Ну, не кончается, но у меня дома все осталось. В холодильничке я выложил. Так что, который с собой кончается, беру там по 40 единиц. Давайте все заберём. Так, тут уже ничего. Ну, тут наверняка запай... А, ну, смотри, ну, давайте возьмём. Сейчас я выйду, хоть готовая еда. Потому что... Не понятно, сколько он тут провалял. Я не знаю, никого не волнует, это хрен. Заткалка. Стимуляторы, это хорошо. Я их уже 6 штук тут потратил. Что за контейнер? Ух, ни хера себе берём всё, ребят. Берём жарячку, пофиг. Ничего страшного. Так. Чё, мы не поживиться. Сейчас чё, продадим чё-нибудь. Мука нам больше не нужна. Я думаю, чё нам жарить, если мы и так готового понабрали. Короче, я как понял, что тут ничего нет. Ну, мне надо по паролю идти. Пойдёмте. Смейте, идиотская граната. Вообще бы в жизни удалась, если честно. Всё? Пойдёмте. Я как понимаю, нам надо сюда. Если что плохо, что не обследовал это я. Такая чё-то. Это вот то, что вниз? Да. Такая чё-то книга. Просто книга. Радиация тут не такая жёсткая. Так что всё окей. Ну, только здесь нам осталось как-то сделать. Так как выйти отсюда? Совершенно не помню, куда идти. Вот что меня смущает. Наугад иду и угадываю. Опять наверх. Так, вроде вот так и налево, и направо, ой, направо, и направо. Ну, окей. Так, обошли. И чего? Подошёл. О, бол... Так, приказ, смотрите, это то самое. Нет? Ой, не то сделал. Чё, не издеваешься, что-то? Открыть жертвенный зал. О, господи Иисусе. Я думаю, какой ещё в жопу жертвенный зал? Да, ребята, реально. Кошемалая херня с этим убежищем. Я просто офигеваю, если честно. Жесть. Шертвенный зал. Да. Поздравляем, мученик! Твоё фантастическое путешествие только начинается. Двигайся на свет. Здесь это не дается было. Хотя-то противников особых-то нет. Давайте дохаваем. Еды взяли. Чтоб до конца уже. Так, например. Свет расслабляет, и приносит успокоение ума. Иди к свету. Я не понял, это будет? О, повышается. Чё за хрень? Так, окей. Добро пожаловать. Пожалуйста, подождите. Присаживайся на шоу, шоу, вот-вот начнёт. Пусть будет начнёт. Бискарь тут. Ну окей. И чего? Счастливого путешествия. Поздравляю, мученик! Добро пожаловать! То, что ты находишься здесь, означает, что тебя приложили в качестве жертвы ради дальнейшего предстояния твоего убежища. Может быть, ты чувствуешь гнев или печаль, возможно, у тебя никогда не было внуков, возможно, ты не наслуждаешься хорошей сигарой. Но иди с высокой поднятой головой, солдат. Помни, что каждый из нас играет важную роль. Часто роль извлечения больных. Кому-то суждено стать гонщиком или пилотом корабля. Кто-то из нас жертвует свою жизнь на благо человечества. Может быть, это не так весело, как быть гонщиком, но это куда важнее. Давай вспомним о минуту, которую сделали твою жизнь достойной. Подумай о том времени, когда ты впервые поцеловал свою возлюбленную перед трибунами стадиона. Или как ты таком выбрался из дома после отбоя, чтобы посмотреть новое кино, про которое родители говорили, что оно слишком страшное. Черт, а ведь они были правы. Кто может забыть встречу с любовью всей своей жизни? Когда ты думаешь об этих вещах, чувствуешь ли ты некоторое волнение в груди? Хорошо. То, что ты чувствуешь, это покой. У тебя была великолепная жизнь, прожить ее сама по себе награда. Но это только начало. Че за бред? Теперь за глаза и посадки и радости жут тебя в настоящей жизни после смерти. Ты видишь их? Хорошо. Хорошо. Ты их видишь? Хорошо. Внимание, вы находитесь в зоне военных действий. Какого черта? Ребята, я это вообще не ожидал. Этих рыбокопов вижу вообще впервые. Как с ними бороться-то? Вот это хрень. Так, где мне... Ну, психо понятно. Где медикс? Ну, дикс. Так. Пошел со своей зависимостью. Так. Может, это попробовать все-таки? Почему это делается-то, я не пойму одно. Зачем? Я не очень понимаю, что здесь. Тометов. Ура! Че они не готовы? Так, а че с вероникой-то? Ты не искали? Не стреляет. Это хуже, что ли? Да. Я охренелся, охренелся. Ну, только, если честно, я не очень понял, зачем они нужны. Кто стреляет? Кто стреляет? А, вон он. Да куда ты мне показываешь? Во, вон. Все? Странно, что мне дамага мало как наносили. Вон, не твой как. Че, нормально отхватили? Блин. Я еще, ребята, охренел. Не ожидал. Ё-моё. Понятно тебе, че меня так вооружали. Че, я не могу видеть, ничего. О, металлолом. Давайте собирать все. Так, давай сразу этого выгружу, че. Да! Че, все, не могу? Кончилось у него это? А, окей, так, где это, Вероника? Вероника! О, у меня есть что-то доброе для меня? Да, да. Надеюсь, ты монтировку в руки не возьмешь по своей тупости? Надеюсь, что нет. Так. Только из-под газировки. Гаечный ключ. Ланчбокс. Металлолом. Многим богомола вроде ничего не весит. Всякого говна понабрал. Так, ванду, он пока хватит. Так, этого обобрали. Да. Ну, короче, мне больше всего обидно, что я нифига не разобрался, зачем уже эту приносили. Походу, надо будет ради интереса почитать. Я так и не понял, к чему это все, зачем это все было. Выбирали, короче, собранием просто убивали роботы-охранники. Что это? Что это за утопия тупости? Как-то не очень я понял. Да, пулемет себя хреново проявил. А что у меня патроны какие армейские остались? Ну да. Еще есть патроны, нормально. Так. Что тут у нас? Я думал, меня сразу вынесут. Как ни странно, меня не вынесли, я не понял почему. Вроде 10 ПУ мне казалось не так много. Компьютер потом... А, ну сейчас, ну больше компьютера ничего и нет. Может, сейчас мне что-то объяснят вообще? Так, погодите, не очень понял, че такое. Система записи. Че это? Ладно, я знаю, что ты меня слышишь, так что послушай. Нас осталось пятеро. Пятеро из... не знаю, из скольких. Так что все кончено. Мы тут поговорили и все. Мы больше никого не пошлем умирать. Так что отключайте нам воду, или пускай и га что-то там запрограммировано делать. Но мы больше не будем тебя слушать. Это че такое? Поздравляю, жители Глочи-11. Вы приняли решение не жертвовать одним из вас. Вы можете высоко поднять голову, зная, что ваш гуманинус служит всем нам блестящим примером. И чтобы вы могли гордиться собой еще больше, я сообщу вам прекрасную новость. Во пряки тому, что вам внушали население, беж-11 не будет уничтожено за свои воли. Напротив, мы включили механизм, открывающий главную дверь беж, и вы можете входить и выходить, когда захотите. Но не торопитесь поговорить со смотрителем, чтобы убедиться о безопасности выхода. Здесь, в Валтек, ваша безопасность, наша главная задача. Ничего. Че дальше-то? Все, типа? Ну вот это только не осмотрел под водой, это говно все, блин. Так, ладно, ребята, это так, с компом все, да? Попробую я там еще раз сплавать, посмотреть, что будет. Так, ладно, короче, попробуем. Так, иди только сюда, у меня бестия. Жди здесь. Так, ты тоже. Жди здесь. Чтобы они мне не мешали, попробую я по-быстрому. Все это сделать. Так, первая вылазка прошла успешно. Сохраняемся. Так, надо только водой восстановить. Ну. Ну. там еще что-то было или нет надо по-другому я не понимаю может это если водолазный костюм конечно не в курсах все там осмотрели но ничего больше нет шкаф понятно ладно тогда туда не надо ни хера не было грязной воды за нее дохнуть вообще бесполезная бесполезная ерунда ребята вот как только быстро выбраться я че-то погорячился мне кажется ну-ка а тут че так это я уже открыл понятно там раз двух сторон открыл думал может по-быстрому проплывать насквозь но не знаю так тут че-то было ничего не было получается а ну все ребята получается все че не выдержал я прочитал про это убежище 111 просто ну это все моя невнимательность потому что изначально не стал историю правильно читать ну смысле просто не стал читать историю что-то читал выписки читал а потом их столько скопилось что я понял что я уже потерял короче мысль все это если честно упустил сам момент к сожалению так здесь мы были с вами нормально этого я тоже не ожидал никак короче в этом убежище как я понял видимо эксперимент единственно вот это упустил эксперимент проводили видимо их загнали всех сюда эксперимент назывался экспериментом на гуманность собственно говоря каждый раз на год убирался смотрители причем убирался сначала определенными кандидатами делала ну как мы помните видели избирались определенные кандидаты на год и через год обязан был смотритель короче исчезли его надо было убрать иначе убежище полностью компьютер убежище полностью дело так что люди бы все убежище все бы погибали и вот забыл как это называет люди как всегда грубо говоря сильные имеется ввиду по духу решили организовать блок правосудия в этом блоке правосудия они сами собой короче выбирали просто тупо кандидатов ну и собственно говоря то есть они не избирались они просто специально это делали запутался запутался куда идти нам надо сюда эти выбирали кандидатов которые как бы только их не все время было большинство и они тем большинством короче выбирали человека человек собственно говоря потом умирал и вот эта девушка как ее там звали господи скажите мне скажите мне где пароль то был вот пароль быть ее что ли или не быть и на какие-то и какие-то короче звали сейчас мы посмотрим скажут но боже блин сраная игра опять ребята вылетела так что савян достала как дым так дым блин бесишь ты меня давайте еду лучше побольше съем номерные яблочки все равно лечиться надо хоть как-то поднять здоровье попьем так и попить так я только не договорил потому что дебильная игра вылетела хочу в эту штуку зайти но в общем мы звали эту девушку кэтрин стоун и она эти ублюдки из правосудия решили блин выбрать ее мужа на место смотрителя и поймали я на крючок таким образом она как бы это сказать ты будешь с нами спать со всем нашим блоком мы твой мужа не выберем они его все-таки выбрали тогда кэтрин чтобы они по уменьшить их численность голосований перебила половина этого правосудия сраного и собственно говоря получилось что выбрали смотрителем и и она издала в итоге закон на 745 который предполагал что будет выбрать выбираться случайным образом эти ребята помните говорили что она не может так поступить давай захватим силой все это дело и это гелиос что не захватим все это дело силой и короче на этом за кончимое правление на них ничего не получилось в итоге за все это политической борьбы короче как вы поняли по трупам хотя я не понял осты они друг друга в итоге все по убивали вот эти в итоге как я понял с правосудия пришли уже когда компьютеру и сказали мы не будем выбирать смотрителя короче компьютер убивай нас как хочешь если хочешь компьютер сказал что это как раз и был эксперимент проверки на гуманность если вы отказывались убираю бы выбирать каждый год жертву то вы бы вышли из убивающей двери вещи открылась а потом помните аудиозапись где четверо говорят после того что мы совершили мы не можем жить и четверо друг друга застрелили один не смог и вышел где-то человек не известно короче подстанция ребят я не пойду тут чувствую опять все надолго блин история вам рассказал предлагаю конечно вылечиться давайте фарлангхоп и вылечимся блин интересно было прочитать жалко что это я это забил на все я думал опять это знаете если честно не знал что такие есть эти прям полноценный квеста в нью-вегасе с какой-то историей прям глубоко в четвертом фоллауте такого не встречалось не честно ребят секунду держись подальше зал управления читовые проблем не будет на чем-то не подбежал короче я понял я забыл спутник если на 5 наш надеюсь теперь мы его удержим то что там быть еще через дорадо мы его отправили назад чтобы дома горел свет короче не собираюсь этого делать короче и причем я там рассказывал что история офигенная и не ожидал явно у кого-то это с фантазией все нормально блин да крутая крутая хрень крутая так чему пишется все чё хотел чуть продать я ему но и здесь и здесь бабло не на фига так что давайте все продавать деловой костюм продадим весенние оставлю одежду так ну хватит ему маску так ладно чё еще тут можно продать блок сигарет продадим так это все нам надо бутылки из козировки продать бутылки из козировки продадим бутылки из козировки продадим больно ремень ладжбокс продам не думаешь медицинская женщина мне понадобится ноги богомолов не знаю так что прицеп тоже в жопу это ты оставлю патроны пока все ставим чувак ай стилдон на жопу сохранится чуть не то нажиму как обычно да да чувак ай стилл ты такой стайл просто так варим винтовка винтовка кобоя импульсные гранаты до свидания полицейские дубинки свинцовая труба тогда все пока ставлю новой костюм значит а немного да ладно так вино искать грязная вода это все продадим на хрен так еще все надеюсь чуть приготовить как-то не готовится нифига воды мы неплохо потратили муравьи нектар чё ну ладно пусть будет муравьи нектара дают оказывается нектарь йота нам что-то дает а тут вы ничего на военные пока не знаю нужны нет не думаешь какие-то будут проблемы так нога богомола жрите ноги богомола так ядерные батареи тоже жопу почти сигарет жопу пили стаканы все как говно ну вот косарёк отбили с нашими то затратами где 2 это чучело ты где бродишь что-то жрет смотри какая так не забыть что у нее тоже до хрена всякого бояна лежит все ну получилось у нас на две серии примерно что я уже сегодня наверное не буду ничего начинать так сейчас с вами эти по крафте попробуем патроны если получится блоки сигарет блин дофига стоит так давайте 9 миллиметров продадим это бога все оставлю 20 тоже не думаю что буду чем-то пистолетным пользуются огнеметом и никогда не буду пользоваться энергетические по ходу пора оставляет ребята на окей не вылечиться на что происходит еще там запаривать чё такое мы без боя не задимки пусть полиге он не надеется чем-то легион чего там вы штампу это звери убивали то это даже мясо будет не брать давай лечи меня чувак у меня в эри биг проблем со здоровьем так радиация не очисти дороги у нас нормально так а это чем у нас зависимость ломка после медвикса у нас эти колеса есть детоксин что ли все все окей вроде ребята разобрались мы со всем этим так что давайте после большого задания надо сгонять в наш любимый нептун где он все я запутался в нового господа все нового книг там всем каша в голове полнейшая так чё это стимуляторы стимуляторы есть у него машинка до еды так вам обичарскую хрень это скинуть тут у меня просто хрен сика лежит типа нас нету такой хрень и по веронике было значит она у этого мне все это это заберем когда все заберут или луча это я хочу все забрать пока что что все равно буду делать сам это все делать так вот это я хотел он господи скинуть беги родная да ребята такое задрот конечно вот это мне листаду это все ставим здесь это все оставлю здесь так секунду господи как затрахали эти вылеты друзья мои так давайте попробуем чё так попробую я попробую давайте сначала ремонтные наборы сделать так это чё такое вот это вообще нипонимая мяде бы это чё чё вообще такое модификация лз чё как я должен угадать вот мне чё интересует естественно делаем 7 ремонтных наборов зачем выходить это да не понял если честно чему все это хрень я хочу это где можно ли гидру делать тысячу то я не вижу что можно было гидру делать или где можно делать он газовую бомбу только то можно делать ну окей сохранял очки давайте с патронами разбираться так так первых излечения металлолома не знаю откуда он берется ну давай зачем выходить зачем выходить зачем господи ну на хрена ребята опять я не могу 4570 разобрать блин потому что надо 65 этого понятно окей понятно грустно чем могу сказать об этом я как-то не подумал придется ремонт качать придется ребят качать ремонт ладно это не так страшно просто как ты не забыл что блин сейчас этот день ладно давайте свинец здесь а не свинец и нужен полный для вас что патрон это делать тупанул ну-ка видите ребят что я такой долгий на это все по незнанию все по незнанию блин так где 308 это можно было да свинец ну отлично тогда не надо ничего выбирать так чё посмотрим что у нас по колесикам разберусь я сразу при вас разгребусь господи опять еды до хрена опять до хрена еды блин чё тут у нас биттер гидро саквояж надо взять один буду много собрать эмотный набор надо выгрозить штук пять тут чё на стимулятор стимуляторами все нормально антирадин надо забрать всегда у нас убой комплект по 5 таблеток вы знаете кроме винта детоксин ладно не ошибка важно медвикса нету тоже пока ходу на мне на одно задание довольно таки часто домой хожу поэтому как-то принципе нормально ну окей теперь давайте это говно все скинь вероника вероника мне нравится но как-то смешанное чувство чем не надо пара винтовка нам не нужна винтовка ковбоя ребята видимо тоже нам больше не нужна я так полагаю наверное нет не нужна так это чем настреляет 556 винтовка выбирает тоже 556 на тот самый пусть будет тоже не нужен есть миллиметров не нужен потому что у нас есть он самый этот ладно легкий пулемет вполне по он справляется со всем если чё пасть пассиенция бьет и снайперка у нас соответственно тоже есть это забыл продать ну ладно на военную весеннюю одежду так это сейчас все скину так а чё ну-ка давайте с вероникой добьем разговоры о чем дело у меня есть к тебе вопросы о призме дадут за правильный ответ слыхала про парня по имени бенни конечно это один из держателей отеля на стрипе о нем часто говорят они со старыми председателем управляет топс это один из самых шикарных отелей как я понимаю вторичная макмар не согласился бы вывод мне деньги на паспорт так что никогда бы не бывал на стрипе почему люди в старости становятся такими козлами не успел я прочитать если честно не согласился бы мне деньги на паспорт так что я никогда бы не был на стрипе почему люди стараются становятся такими жадными ну потому что на что не тени вегасе а город стандартной планировки богачи за высокими стенами вокруг черная нищета хаос отдал земли вокруг стрипы местным но они его не интересуют так что на них вообще не обращать внимание там просто нужно новое руководство хорошо братство этим занялось но в кодексе нет заповеди очисти фридсайд так что никто не пошевелится даже что думаешь об НКР боюсь они станут могильщиками братства они берут все чего хотят мы защищаем свои интересы до смерти у нас всего ничего их десятки или даже сотни тысяч добром это все не кончится когда мы столкнулись последний раз много наших погибло отступили в свой бункер теперь мы теперь мы боимся даже выходить наружу днем понятно удивительно обычно брат всех мочу что думаешь насчет цезаря я так скажу шайка на синих работорговца мародеров самых дурацких костюмах какие только можно найти к востоку от калифорнии где же тонкий вкус старого света хотя говорят что их солдаты имеют друг дружку чуть не не чаще чем женщин видно что то они все же переняли у империи но никаких таких привилегий для женщин так что отвечая на твой вопрос они шайки лицемерных мудозвонов вот мудозвонов за это так про себя она больше нам ничего не скажет так как вернуться ну-ка что наденется нет ни хрена че ты сейчас ни черта не понял дебил и жена до это платье и надо блин нет платья только розовая пижамка и ну ладно так боезапас 10 миллиметров мне не надо больше 5 миллиметров мне пока не надо грантометовый стрел не надо это не надо так это тоже в руки пока я выложил патронов находит так этим и оставляем на разбор и или батарею пока тоже оставляем так что у нас и понимаю все правильно я понял да ну да это 308 и это 556 этот 556 это 308 и на отлично ну и отлично 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 так вроде все только надо этих обычный взять 556 возьмем что вывесить пусть будет так здесь чем-то водички нам надо поднабрать чуть-чуть чё у нас там с помощью опять так это скинем это тоже скинем но все это хочу хотя бы это пожарить блин гек иконой все и хватит чать она тоже не нужна так это шутка много зерковая тоже никогда с собой не таскают аготичной воды чуть-чуть возьмем штуки четыре блин я же все равно привет так ладно потом по поспим что я хотел хотел продать сразу это говно этого проверил на него хотят как меня покалечил что это за хрень еще этого не хватало выйти из отеля и короче покалечиться нафиг как меня покалечил это блин когда я хамуха тоже реально начинает раздражать так на козел так чё убираем монтировку с ножом договоренную ягода к разного больше нету на все тут что-то еще было нет так ощущение что чё-то упустил но он окей пойдемте к мамаши гибсон зайдем починим оружие чтобы руку мне тут починил бы сразу все сделаешь на следующей серии уже пилить и подумали куда мы так чё не есть на продаже давайте посмотрим понятно только разные через разные металлолом беру сразу за крючьи беру скорейте для плазменной винтовки понятно ни патронов ничего больше нету нету господи нахер я вышел добил собака вообще просто безжизненно охренеть не встать погоди все-таки чё-то 984 меня жаба дает давайте хотя бы еще один ремонт не знаю чем я это делаю но предпочитаю ремонтные на всякий случай экономить чтобы с пиенцию тут чинить смотри конец не могу я больше сделать максимально все еще максимально пешально пешально ну окей чё могу сказать на этом серию завершаем на этом завершим на вам всем спасибо за просмотр ребят хорошего настроения и до скорых встреч смотрите